Не просто так Слава заглядывает в планшет и рассматривает там что-то, что-то. А всё дело в том, что накануне сегодняшнего эфира, буквально вчера, мы запустили в нашей группе ВКонтакте опрос, где спрашивали с наступлением холодов, стали ли вы больше есть. И ты знаешь, ответы разделились 50 на 50. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Ровно 50 на 50. Ровно по количеству человек. Вы сейчас можете убедиться на своих экранах. Распределилась. Как показывает практика, кто-то, кто, видимо, следит за собой, не толстеется к зиме, а кто-то, как я, например, в угоду своих пищевых пристрастий и привычек просто на ночь. Просто твоё тотемное животное медведь. Не, моё тотемное животное. Ты поел и лёг в спячку. Моё тотемное животное кабан. У нас в гостях диетолог Диана Заверюха, которая нам сегодня, между прочим, в Международный день борьбы с анорексией или анорексией, как правильно? Анорексия. Анорексия. Расскажет, как сделать свои пищевые привычки нормальными и чтобы они не вредили своему здоровью. Доброе утро. Утро доброе. Ну, вообще, от чего рождаются такие пищевые как-то... Перекосы. Перекосы, да, назовём это так. То искрайность и в крайность. Почему так? Ну, принципы пищевого поведения меняются всегда от нескольких факторов. Зачастую, конечно, когда мы говорим про перекосы, про анорексию и про ожирение, это психологический фактор, это психотерапевтическая область, скажем так. То есть это нестабильность психики. Когда мы говорим именно о крайностях, в остальных случаях это какие-то дополнительные факторы, которые нас окружают, в том числе стресс, в том числе нестабильность эмоциональная и так далее. Но больше это психологический фактор. Ну, вот, допустим, перед вами вот бородатый сухарь и безусая булочка, вот назовём нас так. Мальчики до 45, насколько я понимаю, да? Да. Вопрос заключается в следующем. Вот можно по внешности человека определить, с чем он перебарщивает? По внешности сложно сказать, с чем он перебарщивает, но глядя на вас, я бы не сказала про сухарей и про булочек. Нет, 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 вы просто не представляете, каких мне усилий стоит втягивать живот сейчас, для того, чтобы зритель этого не видел. Все карты вскрываем. Нет, я просто человек откровенный с нашими телезрителями в том числе. Что касается продуктов питания, бывает такое, что у людей складывается определённая пищевая привычка есть одно и то же. Вот прям одно и то же, и это может каким-то образом повлиять на здоровье. Скажите, с чем не стоит перебарщивать? Одно и то же, здесь очень-таки разное, конечно, абстрактное понятие одно и то же. Одно и то же вы имеете в виду булочки, пироженки, печеньки. И здесь такой момент, что важно понимать, на какой вы стадии находитесь. Если мы говорим с вами про ожирение, то тут там три стадии ожирения, да. И когда мы говорим про ожирение, мы представляем слегка полноватых людей. Когда мы говорим с вами про анорексию, мы сразу представляем просто кости и обтянутую кожу, да. Хотя у анорексии тоже есть стадии. Первые, вторые, третьи. То, что мы видим в телевизоре, то, что представляем, это, наверное, уже самые крайние случаи. Хотя людей, которые склонны к анорексии, неврологической анорексии, психологической анорексии, их очень большое количество. И вот эта грань, с которой очень сложно, которую очень легко перейти и очень сложно вывести. Я хочу сказать, что по принципу восстановления организма, когда перекос идет в сторону ожирения, первая, вторая стадия, даже третья, они вот эти вот мега-люди, которые не могут вставать, да, их там единицы. Их проще запустить и проще вернуть к жизни, нежели людей, которые находятся в состоянии анорексии, потому что все-таки это элемент истощения. Вы просто сейчас сказали, что это очень сложно выводить людей из этого состояния. А как это делать? Как с этим бороться? Ну, если мы понимаем, что есть определенного рода психологический, психотерапевтический аспект выведения из состояния анорексии. Если говорить с точки зрения диетолога, что нужно каким образом питать организм, чем насыщать. Не приковывать же человека наручниками батареи и борщем, они же не запихивают. Совершенно верно, его не приковывают, его не перекармливают. Здесь правильно будет понимать, что диетолог, наверное, в борьбе с анорексией, это крайний человек, который должен вступать в работу. Прежде всего, чтобы действительно предотвратить, а такие люди действительно не понимают, что они больны, они гонятся за красотой, они понимают, что это тело красиво. Есть же разные факторы, культурные факторы, где есть очень стройные красавицы с длинными ногами, с тонкими телами. И девочки, в основе это девочки с 13 до 30 лет и в разных возрастных цензах, маленький процент анорексиков. Здесь такой элемент, что они не чувствуют, что они больны, тут должны на помощь приходить родственники. Соответственно, когда ко мне обращаются родственники с подобными проблемами у своих дочерей, сестер и так далее, прежде всего ты их перенаправляешь к психотерапевту, либо к психиатру. Голова. Нужно ставить голову. Как и в принципах изменения пищевого поведения в сторону ожирения. Большое количество людей приходит, говорит, я не могу собраться, у меня нервный стресс, я работаю. Я встаю очень рано, работаю, допоздна, это голова. Всему причина голова. И поэтому, когда мы выводим с анорексии, сначала это психотерапевт, чтобы не было вот этого борщ, 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 борщ. Сало, 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 сало. Органы не готовы, они истощены и это наносит колоссальный вред организму. Ну вот, что касается нашего опроса, который мы запускали в нашей группе ВКонтакте, касательно сезонности изменения пищевых приучек по зиме. Сезон тоже может прямо оказывать сильное влияние на перемену пищевой привычки? Да. Чем холоднее, тем нам больше хочется кушать, тем мы больше едим и больше, конечно, в сторону ожирения. Но у нас есть праздник, Новый год. Женщины к нему начинают готовиться с октября. Сначала мы с октября, ноябрь, декабрь готовимся к Новому году. В январе все отдыхают, а потом февраль, март, апрель мы готовимся к лету. Летом показываем красивое тело и стараемся не уйти в анорексию. Пищевые привычки меняются, не забывайте, летом мы с вами гуляем. Сейчас мы в 6 часов вышли, на улицу уже темно, мы пришли и лучшее, что мы находим, это поход к холодильнику, либо посидеть в кафе, тут кальянчик, там суши. Светит лампочка, ты открыл, как солнце, ты стоял, позагорал. На самом деле ты в темное время суток возвращаешься домой, и ты просто тянешься к лучику света, к холодильнику. Единственное светлое помещение в твоем доме. Теплая там плитка. У меня, пожалуй, последний вопрос, который мы сегодня зададим, и очень важный для тебя, для меня и для наших телезрителей. Уже сказали, впереди нас ждут новогодние праздники, огромные столы, которые будут ломиться просто от всяких прекрасных гусей новогодних, закусочек. Пока мой коллега гонит новогодних гусей. Гусей, да, гусей и газировок, которые запретили. Что делать, чтобы нам свой баланс не сбить? Как правильно нам в Новый год входить? Особенно если у тебя с 15-го на числа корпоратив за корпоративом, ты поймешь, что будешь питаться просто как умалишенный, да? Стараться перекусывать, стараться не садиться за стол голодным. В конце концов, выпивать стакан кисломолочки с клетчаткой прямо перед новогодним столом, ну и не злоупотреблять алкоголем. Основная причина переедания в новогодние праздники – это алкоголь. Алкоголь – это зло. Но алкогол, но фэтфуд, фэстфуд и вот это вот все. Друзья, с нами в гостях сегодня была Диана Заверюха, профессиональный диетолог, который нам поведал о пищевых привычках и что на них влияет. Спасибо вам огромное за информацию, которую вы предоставили не только нам, но и нашим телезрителям. Продолжение следует...